Грани, металл и брутальность. Новый защищённый смартфон от компании LG. И он выглядит не только достаточно мощно и надёжно, но и весьма лаконично, не сильно превосходя по размерам свои обычные незащищённые аналоги. А с вами VideoShopper.ru и у нас на тесте LG X-Venture. Поехали! Компания позиционирует это устройство как современный защищённый смартфон с производительностью начального класса, но при этом не являющимся какой-то бандурой как устройство типа защищённых смартфонов Caterpillar, Rambo или Torax. Однако, как и в том случае, будьте готовы, что половину стоимости смартфона вы отдадите за его параметры защищённости и соответствующие плюшки. А раз так, то давайте и поговорим о той половине цены, которая превращает его из обычного аналога Redmi 4X в защищённый смартфон, конкурирующий по цене с одной страны, с оклофлагманскими китайскими и корейскими устройствами вроде Honor 9 или Galaxy A7, а с другой с защищёнными по максимуму Torax, Rambo и другими устройствами, которые я уже назвал выше, для работы в экстремальных условиях. Реализация достаточно интересная. Задняя крышка сделана из плотного прорезиненного пластика, призванного поглощать удары. Кроме того, он также должен и не скользить в руках, а также на разных плоских и наклонных поверхностях. Кроме того, по бокам расположены металлические вставки. Они добавляют смартфону брутальности и делают конструкцию более прочной. Также работают на поглощении удара и закрывают углы смартфона, а внутри составляют цельную раму. Стекло также имеет скосы по краям, за счёт которых увеличивается площадь распределения удара в случае падения на угол смартфона, который, собственно, является одной из самых больных точек смартфона. X-Venture имеет стандарты защиты IP68, а также MIL-STD810G, военный стандарт. И мой вопрос к устройству, его позиционированию и компании LG заключается именно в том, что другие устройства компании соответствуют тем же стандартам, не являясь по факту супер защищёнными флагманами. И какими защитными свойствами и плюшками, отсутствующими у других смартфонов, он обладает, что мы должны выбрать именно эту модель. И у меня есть ответ на этот вопрос. X-Venture имеет стандарты защиты IP68 и классический MIL-STD810G. Ответ на этот вопрос нам хотят дать установив смартфон ёмкий аккумулятор на 4100 мАч, которого хватает как минимум на пару дней работы. Также вынесены дополнительные функции, такие как барометр, фонарь, компас и фитнес-трекер на отдельную кнопку. Пусть и другие смартфоны компании соответствуют данному военному стандарту, но именно модель Venture за счёт материалов корпуса в реальных условиях будет попросту более живучей. Меньше стекла, больше поглощающих элементов и увеличенный для этого же размер всей конструкции. Это хорошее устройство для не очень аккуратных людей, но сравнивать его с профессиональными защищёнными девайсами будет некорректно. Здесь есть как условные минусы в лице отсутствия профессионального функционала, такого как, например, работа дисплея в мокром состоянии или функции рации. Так и прямые, что смартфон попросту не имеет достаточно защищённого корпуса и банально тех же заглушек на разъёмы 3,5 мм и USB, и в случае падения в землю или грязь в них будет забиваться эта самая земля или грязь. Проверено. И да, он будет уступать по защищённости смартфонам от таких компаний, как Rambo или Torx, которые весят по полкило и созданы для работы в экстремальных условиях, таких как работа на нефтяных вышках, шахтах, в дальних экспедициях. И там действительно есть смысл брать устройство такого рода. Это же уличный городской боец для людей, которые не сильно аккуратно обращаются с телефонами. Если ваша девушка бьёт свой iPhone 5, ну, потому что лучше, уже нет смысла менять на такое устройство, который раз, например, уже пятый раз, она приходит с разбитым экраном, и вы такой... Блин. И действительно здесь появляется мысль, а почему бы не взять LG? Ведь X-Venture может падать много раз и попросту прощать такие ошибки человеку. Да, конечно, разбить его так же реально. Здесь большой экран, и если он упадёт на какой-то торчащий выступ, то ничто здесь уже телефон не спасёт. При этом это всё же защищённое устройство, которое спасёт от большинства других серьёзных повреждений. И девушке он может пригодиться, пусть и дизайн здесь явно мужской. Как и позиционирование. Путешественники, спорт, да-да, всё это мы слышали. Но роняем-то мы его в метро, на улице. Ну а на этом я буду заканчивать. Да, этот смартфон мне понравился. Это действительно хорошая защищённая лошадка на каждый день. Да, она будет стоить в два раза дороже. Да, можно смотреть в аналоге какие-нибудь Honor 9. Они будут гораздо мощнее, гораздо интереснее. Но есть одно маленькое но. Если вы неаккуратно пользуетесь телефоном, или вы привыкли зайти в машину и бросить его в кресло, вас спасёт именно такое устройство. Потому что сколько я уже повстречал людей, которые говорили, блин, я уже третий раз за месяц меняю стекло. Я обращаюсь с телефоном как свещу, я прихожу, бросаю его в машину. Таких людей, конечно же, достаточно много. Да, вы явно не относитесь конкретно к ним, но подумайте, возможно, у вас есть такие знакомые, которые всё время ходят с битыми смартфонами по известным нам причинам. И вот здесь данное устройство будет интересно. Ну а теперь уже окончательно всё. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Надеюсь, оно оказалось для вас полезным. Пока!